Белый Клык. Эту чудесную приключенческую повесть Джека Лондона читал каждый ребенок, переживая сочувствие главному герою, полусобаке-полуволку по кличке Белый Клык. Неоднократно повесть экранизировалась в интерпретациях режиссеров. На сцене Брестского театра кукол историю воплотил Денис Казачук. Это история о любви, преданности и доброте. Я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал, это мой Белый Клык. Эта встреча стала знаковой для маленького волчонка. Знакомство с человеком и обретение имени изменило путь главного героя – Белый Клык. Его судьба непростая, но очень интересная. Он все время учится, познает мир вокруг себя и пытается понять законы, по которым он устроен. Часто задается философскими вопросами. Это единственный персонаж у Джека Лондона в этой повести, который способен к обучению. Благодаря этому он становится, этот Белый Клык, не просто волком, который только способен убивать и у которого есть только дикие инстинкты. Но благодаря способности учиться он находит общий язык с человеком, с виданным скотом, который его спасает во время схватки с бульдогом. Белый Клык узнал, что такое добро и понял, что есть зло, что такое ненависть и то светлое чувство, которое рождается в нем по отношению к своему хозяину, помогает ему преобразиться из дикого зверя в думающее животное. Зритель увидит на сцене Брестского театра кукол не только становление волчонка, но и то, как доброе отношение и ласка по отношению к живому существу учит его быть благодарным и на любовь отвечать любовью. Кукол много, я даже не знаю их количество. Их много. Они разные. Они большие, маленькие, разные по системам. То есть, допустим, Клык, он будет планшетной куклой, он будет тростевой куклой, в финале он будет вообще марионеткой. Есть Тантаморески, где тело и маска надевается непосредственно на актера. На постановку этого спектакля актерам Брестского театра кукол потребовалось меньше месяца. Но какая масштабная работа проделана. Атмосфера суровой северной глуши передана во всех ее тонкостях. Музыкальное и световое сопровождение помогают погрузиться в нее полностью. Увидеть эту трогательную, поучительную историю и пройти все трудности вместе с главным героем можно будет уже на этих выходных. Не пропустите премьеру.